клоури баде в этом плохом канале появился фон фон прогресс ну конечно я не афане буду сегодня записывать видео сегодня видео гусятницы обослуживание гусятницы а перед этим видео хотим большое выступление сделать вот собственно почему я снимаю вот эти видео и чем они могут быть вам полезны на мой взгляд и так мне 48 лет из 48 лет где-то примерно 20 лет я путешествую всеразличными способами то есть я проехал например там всю хорватию пол италии испанию еще камбоджу я был там на острове явая проехал все кубу я был в марокко я проехал пол марокко точно проехал ну просто по нашей стране я путешествовал там самая дальняя точка у меня была эта республика тыва красноярский край на можно и считать красных на мой взгляд это самое красивое место в нашей стране кроме севера вот и последние где-то лет шесть я путешествую мотоцикле активно до этого ездил на машине на попутках на всем просто то есть либо блины самолете естественно то есть прилетаешь там куда-то там сам путешествует на своих двоих там всяческими способами всеми это круто все нравилось там все было здорово естественное путешествовал там по там россии там ну какой-то относительно близлежащий практически постоянно каждые каждые выходные вот и я начал ездить на мотоцикле первое время естественно как все нормальные люди ездил мало вот в общей сложности сейчас проехал где-то порядка 150 наверное 160 тысяч километров на нем в основном это конечно дальние поездки какие-то езжу я всегда один вот исключением каких-то там начальных поездок где в какие-то соседний город с кем-то вдвоем втроем съездил вот основном это вот был вот так то есть я сюда ездил один и последние где-то наверное года три я предпочитаю ездить исключительно с палаточным каким-то там вариантом я ездил долго на японских мотоциклах где-то порядка 120 тысяч я проехал на японских и где-то вот 30 там 5 там 38 тысяч на хорлей ях проехал вот я поехал 3 нормативы железной жопы вот то есть 1600 километров за сутки чем три первые для интереса в два остальные просто потому что мне надо было быстро доехать домой это отличный способ быстрой доставки собственной жопы как бы ставишь все цели фигачи просто сложность в том что в них три года мы все проезжали там в 6 утра настоя на заправке получить у заправщицы телефон нужно например это гораздо сложнее надо чем проехать там лишние 500 километров вот вы будете тетей говорить мне нужен телефон и за норматив ну представьте то есть часть норматива а вы для самой прикольной вот этот год я ездил долго на японских я пересел с японских на хорлей и очень доволен и собственно поэтому я снимаю вам видео про хорлей и собственно что с ним можно делать и сегодня видео об обслуживании хорлей почему я считаю ну как это вообще произошло ну кто смотрит мои видео кто не смотрит может нам пролистать их там вагон просто по поводу почему я пересел ну кратко это выглядит так на японском мотоцикле было скучно ездить вот он нового требовал обслуживания при больших пробегах я в год приезжая где-то 25-30 тысяч километров это достаточно много вот и при таких пробегах он требовал где-то порядка 30 там тысяч рублей просто в обслуживании какой-то его надо было отгонять куда-то сервис вот и что-то там делает туда проходили только оригинальные детали я задумался как почти все владельцы японских мотоциклов а ну смене чего-нибудь еще поиска вот долго что ты там искал вот и по совету знакомых купил все хорлей вот и ездил но с высоты 95 95 год миг 21 95 год другой 97 и как бы начал на нем ездить первое время был конечно очень непривычно после этого появился ролик почему тебе не надо покупать хорлей дэвис тоже непривычно сейчас уже все конечно давно по-другому и я его сам обслуживаю чем него плюс вот такой вот техники при больших пробегах японская техника она требует любая техника обслуживаю хотя бы обслуживание снимается это не как бы очень выгодно вот то что вам придется загонять сервис стоять на это время нас механики обычно ну специфического качества в крупных городах очень найдете на какой-то там более-менее такой нормальный мотоцикл в более мелких с этим сложно сами понимаете с холеями может даже еще хуже вот именно с механиками но если мотоцикл простой вы сможете его починить сами и даже в дороге поймете что с ним происходит даже с такими науками как у меня то есть я повторюсь они механика путешественник поэтому показываю как ни черта не умея абсолютно не понимаем механики обслуживать самостоятельно мотоцикл а сколько это стоит вот сегодня будет смотреть как будет обслуживаться гусятница для чего она обслуживает сейчас вот я просто перейду к технической так называемой части потому что она обычно там там сальники все остальные основные стоят и они просто текут вот то есть вы можете не менять это как модно у хорлистов все течет вот хобби как будет счет маслом а можете один раз поменять и все то есть у меня получилось так достаточно забавно с с этой гусятницы я меняю сейчас пятый раз вот три раза я поменял по дури вот абсолютно вот первый раз я поменял потому что я не знал ну как бы чего куда лезть вот я взял снял поменял сальник кпп она была поменять сальник стартера 5 передачи вот и в итоге короче пришлось снимать еще если снял поменял к сальник 5 передачи в это время повредил сальник стартера который потек и вот его пришлось опять поменять ну вот и сейчас я вот опять снял ну зато покрашу вот сейчас покажу как выглядит на софтеле она электро просто обычное плановое обслуживание вот я планирую дальше ездить точно также на этих мотоциклах это очень удобно то есть я считаю хобби потрясающий подходит именно вот такого возраста для этих путешествий потому что вы можете легко обслуживаться сами никакого особенного инструмента не надо никакого не дорогостоящие в ссылке вам всегда как бы где это все дело купить посмотрим сами сколько стоит если у вас нету гаража вы это можете делать в любом чужом гараже я почти уверен вы можете залить туда договориться там ну я при сам это делаю 200 рублей в час там я загоняю там поговорял с их инструментом этим гайковертами так далее сказал спасибо должна автоподъемники просто поднял вот и уехал все то есть это обслуживание она на мой взгляд гораздо мало того чтобы подешевле естественно то что сами делаете вот во вторых она быстрее потому что вам не надо общаться с сервисами вот этого все отъездить туда обратно сдать мотоцикл забирать мотоцикл главную болью запчастями так далее вам когда кажется у вас нет времени вот в итоге вы тратите его больше ну плюс деньги естественно если у вас более новый мотоцикл конечно там уже сложнее собственно вот почему я ну как рекламирую старых мотоцикл куда то есть потому как она ремонтопригодна под нее запчасти стоит дешевле чем по новые да хрена пожалуйста его америке и в москве в питере и в краснодаре все это дело есть без проблем и под мой год под как вы хотите по 40 когда вы найдете в америке даже новые детали вот поэтому это достаточно выгодные удобные когда и японская техника то она конечно удобно и все здорово то есть но когда доходит до какого-то предела то есть дальше она сложно ремонтопригодная то есть и это Достаточно дорогостоящий процесс И проще купить новую Поэтому обычно у японцев принято его менять А Харея, что его менять Он ремонтопригодный Разница между японским мотоциклом И американским Японский мотоцикл Он сделан по фэншую С очень большим Они предусматривают Очень много всяких вещей Перестраховываются вообще Поэтому если вы что-то не доделали Ничего страшного не бывает У американцев совершенно другой подход Деталей очень мало Они не перестраховываются То есть ничего такого лишнего нет Если вы что-то неправильно сделали То кобздец Ну и кобздец Ничего хорошего обычно не бывает Поэтому надо строго следовать мануалу Это обычно очень специфично Ну и вот я привык Итак, смотрим, что у нас по гусятницам Гусятница, она же первичная передача В особенном виде Софтер просто еще не собрал Поэтому он выглядит вот так Это, соответственно, вал двигателя Это вал КПП Где стоит корзина сцепления Вот это самая внешняя часть Подшипника корзины Вот это гайка шкива Вот этого ведущего Ну и, соответственно, ремень Ну и этот стартер торчит у меня Он просто не прикручен Полтается там Вот так это все дело выглядит Здесь стоят две гайки Которые нам нужно открутить Вот гайка Вот такая вот Могучая Как не знам что Это, на мой взгляд, ну, очень важная гайка В вашем мотоцикле Потому что ее надо закрутить С моментом 210-250 Если память не изменяет ньютон Вот И посадить ее на красный герметоз Потому что на ней держится, собственно, вообще Все вот это вот дело Бывали случаи Достаточно, ну, частые Когда она откручивалась Потому что она была не докручена Ну и вы после этого встанете на дороге И никуда дальше не поедете То есть это достаточно проблемно Потому что вот такой вот ключ Вот на 38 найти на дороге И вам будет проблематично Ну и разобрать достаточно много надо будет Здесь Вот эта гайка Откручивается инструментом Сейчас вы видите его на экране То есть можно его сделать На 48 головки То есть распилив ее Сделать ее длинную Вот Можно его купить Вот я вам дам ссылку 21 доллара она стоит Это штуковина Вот Ну и все это дело Обычно спрашивают Как же вы меняете ремень? Вот ремень Вот, собственно, вот он и есть Для того, чтобы поменять ремень Вам надо выкрутить вот эти две гайки Вот И снять маятник еще к тому же То есть это такое занятие По уму так дня два Вот Если у вас есть весь инструмент Вы знаете с опытом То вы, наверное, за полдня справитесь Ну просто к слову На дороге вы ничего не поменяете Вот Поэтому как бы вот Ремня Как я уже снимал Ну его хватает обычно Ну тысяч на сто То есть если вы за ним следите То есть Ну вы смотрите Какие у него повреждения Если он совсем у вас не замахрился Там насмерть Вот То обычно как бы Настолько его хватает Если он начинает замахриться Его надо менять Вот Ну заранее, соответственно Ну вот, собственно Вот Значит, теперь инструмент Вот такая у нас картина С инструментом Значит, вам понадобится Одна голова на 30 Вот она 30 Вот И голова на 38 Это соответственно Чтобы открутить Две гайки Которые стоят на валу И Корзина сцепления Вот Корзина сцепления Откручивается Вот тут она есть Вот Собственно Это уже собранный Как бы вариант Сейчас вы будете смотреть Как ее собирал Вот Она Гайка у него На правой Правая у Пятиступенчатой Левая Блин, или на ворот Блин, все равно путаю Короче У пятиступенчатой Она откручивается Сюда Блин, кошма Откручивается сюда Наоборот Вот У шестиступенчатой Туда Вот Не перепутайте Это все дело Вот Она здесь небольшим Усерим закручивается По-моему Семьдесят Или что-то такое Там девяносто Закручивается Значит вам понадобится Динамометрический ключ У меня это На На 210 Вот Я на 210 Его закручиваю И подкручиваю Дальше Воротком Вот Вручную просто И потребуется Кусок длиннющей трубы Для того Чтобы ее открутить Потому что Гайка на валу Закручена с этим усилием На красный гермитос Как бы Ну как бы Не по-детски Вот Плюс еще Лишь не я Использую Вот такую штуку Некоторые рекомендуют Некоторые нет Для фиксации Цепи Собственно Вы подпихиваете Под цепь Да и откручиваете Достаточно легко Еще некоторые тряпки Туда подкладываешь Вот собственно Все Все вам потребуется Для шубы Сидеть На мой взгляд Нехитрый инструмент Вы можете купить Один раз Вот И спокойно Все это дело Обслуживает Ну теперь Смотрим Как я откручивал Смотрим 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 Ну что, и врибать Снята Вот оно у нас Все лежит Добро Вот это Тоже туда положу Чтобы не потерялась Точнее Какое-ни другое место Не улетело потом не искать удивление очень много времени за него снятия вот это вот херни от стартера вот она устроена несколько по-другому сама гусятница вот нежели на софт или чему привык поэтому пришлось все это ставить обратно для того чтобы зафиксировать ну смысле цепь все обратно ставить то что зафиксировать этот шестерню иначе этот маленький болтик нихера не откручивался что удалось интересного обнаружить гайка которая держала корзину сцепления была не докручена там момент ё-моё какой там сорвался очень просто гайка здесь левая смысле в левую сторону закручивается вот что еще интересно интересно то что гусятницу уже снимали вот потому что крепление вот этих вот болтов стоят неправильно отогнаны где-то и я думаю что он здесь хорошо видно я думаю что после снятия мы выясним почему целом гусятница вообще такой пищи шанова вот внутри вообще ничего как бы дачи не царапок ничего вот это вот тоже он все вообще таком идеальном состоянии что убиться можно вот ну снимаем дальше тут в общем-то не так много осталось как с электро и принципе конечно гораздо больше приходится возиться нежели софты вам то что больше всего надо снять для того чтобы что-то открутить вот здесь например ну вот кстати а нет на этом она съедет вал здесь стоит через через эту самую через гусятницу на софтере нет вот еще вот один болтик забыл открутить вот снаружи она собственно не забыл я вы не откручивал сейчас тут значит снизу там еще и вот эти вот вот здесь вот вот и еще стартер стоит на двух болтах вот ну здесь стартер попроще откручивать ненамного ну все собственно занялся дальше но смысл в том что ее снимали да здесь было не докручена гайкой здесь не зажатым туши не зажат честно говоря не критично но вот ну все посмотрим может они открутились все все вот она гусятницу первый раз я снимал у меня ушло где-то часов восемь сейчас где-то полтора вот знаю чем и где ну вот течет в этот флажок естественно вот течет сальник стартера сами гусятницы вот тут видно как флажок течет вот сейчас буду смотреть насчет течи коробки на по моему там ничего не течет вот ну вот ну вот это вот хрень тоже сниму но вот для того чтобы этот заляпать генератор по-человечески чтобы там не текло ну все собственно продолжаем ознакомить с внутренностью мутоцикла ходит это у нас то что происходит внутри гусятница генератор да сейчас я буду фишку ковырять там замазывать ее вот это у нас узел хлопки кпп такая хрипкая конструкция по сути это вот но для тех кто не понимает вот как бы вот вот так это все выглядит да стоит тут нашли за вот и этот вся конструкция держится на одном вот таком болту вот и на нем слезала резьбу поэтому он у меня блин вот чтобы видно было не так просто это показать поле знаю вроде видно пока же слезал на нем резьбу частично поэтому до конца он не закручивался этот флажок болтался очень опасная вещь потому как дальше вот здесь вот есть внутри вот они шлицы вот и если он болтается эти шлицы соответственно связывает связывает шлицы на валу кпп и нам нужно разбирать кпп вынимать вал менять его короче вот короче геморрой за одного маленького болта значит те кто смотрит мой канал видео уже наверное сашу геройского который рекомендовал вот здесь в этот болт поменять на усиленный да вот и поставить его на лактайт один раз что я и буду делать поведу и куплю его отдельно пока продолжаем дальше тут расковыривание разразился от америкосов сначала выдраивать потом чинить так прикольно что-то в этом есть но по крайней мере у электро у меня получается выдраивать ступорное кольцо это вообще просто не для слабонервных его терпеть не могу ну вот он там сальничек такой вот маленький-маленький и вот он у нас подтекает сейчас будем его менять надо его выцарапать оттуда сейчас мне это инструмент был это не анализа ребят это масло кастрол слитая с коробки мотоцикла hd девицын вот такого она цвета после 1300 километров на нем проехавши вот чего у нас получается пробка вот вот эта резиночка тут она не просто так то что я поставил сейчас я вам покажу как это выглядит вот что от нее осталось за 1300 километров это ну чего-то какая-то прокладка которая крутил вот чего от не осталось вот теперь собственно я поставил нормальную да сейчас закручу обратно почему если у масла все покажу вот расковырял я сальник короче его надо просто сломать вот тут такая вот хрень вот железная вот и вот резиночка за ней такая задубевшая достаточно конкретная вот ну она имеет право задубить вот еще у нас значит осталось сухом остатке сухом остатке осталось у метра сальника нет его в наборе нету то что он видимо к бп не гусяница относится поэтому мы радостно совершенно вот заказываем его теперь я не знаю где либо в москве в америке посмотрим как что вот пауза пробки по совету английского мастера по ремонту мотоциклов я замазываю вот такой вот фигней вот держит это защитка какие-то космические технологии он остается в ну как бы в не засохшем состоянии при каких-то диастрономических температурах вот и вот я у раза три уже пользовалась и чума и очень легко потом стирается так что вот рекомендует у нас москве где-то продается его там покупал ну или бы естественно видел куда хорлей плюет маслом я показывал это место вот она это фишка генератора вот собственно генератор да вот 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 фишка короче вот можно вынуть вот так вот сюда вот здесь обезжирить замазать гермитосом здесь и здесь и посадить ее обратно стоит она вот на такой вот паночки тут вот здесь вот и прикручивается на два микроскопических винтика вот если эти винтики перекручены вот эти вот вот если эти винтики не прикручены то эта херня будет болтаться или вам как у беса было привет без вот эта фишка вот так вот торчала блин и болталась и оттуда херачиво масло потому что ее прикрутили криво вот поэтому сейчас вот здесь вот я обезжирю замажу герметиком посажу ее обратно зачем это делать от времени вот эта резинка она ссыхается и вот эта дырка которая в гусятнице соответственно да точнее она в картере блин ну здесь вот вход из гусятницы вот сюда попадает масло из-за этого и часть частично потеет здесь это везде происходит минсов цель такая же херня доставался своего хэда еще вот я не знаю в новых моделях победили это или нет вот но короче вот в тринкам их такая же херня это надо просто достать ее открутить здесь когда снимаете гусяте сама одно этим заняться никогда не видел что кто-то это делал вот рекомендую вот что у нас получилось вот такая вот шлепок этого самого герметика вот ну и посадил я обратно провод на крепеж собственно все вот рекомендую всем кто снимает гусятницу сделать вот эту даже если у вас там все нормально так как так точно перестанет потеть не будет потеть никогда вот стал протирать очень полезно это американская манера вот протирать все были на них как у нас там грязи набросал и также воткнул вот это у нас это ну короче магнит этого самого генератора вот видно скол даже он тут не один и как бы вот куски вот этого вот металла я нашел гусятницы думал были но откуда же он тут взялся бы все прям перерыв ни одной этой самой шестеренки ничего не сорвано все плеть клёво а вот он оказывается где как это могло сорвать честно говоря непонятно то есть должен быть какой-то удар вот то есть и ну как бы есть вероятность что блин он все-таки падал хотя не падающих надо циклов обычно не бывает вот такой вот это все ребята и так это гусятницы электро чтобы подели они софты его это электро разбираю вот дошел до сальника гусятницы решил его поменять чутки интересная херня до верстокоп потом удивляюсь почему он течет вот такой вот вот такой сальник вот набором всех прокладок у меня пришло вот такой сальник что-то меня на него надежды как-то немного вот тому как непонятному производства вот я поставлю другой джеймс вот которому пришел достаточно давно уже вот и посмотрим через этого получится из всего ну и сальник старте еще поменять но вот просто прикольно да вот почему течет сальник то что тут он такой просто рукой вынимается вот такой у нас был сальник стартера видимо не менялся никогда сейчас будем ставить обычный это вот тех времен еще были такие железные пуль непробиваемые ну что ж друзья вот и наступил момент сборки гусятницы на редекторе обратно вот приехал у меня многострадальный сальник заказал его в америке хотя можно было в москве купить ну вот заказал сейчас буду собирать за нас засунуть внутрь соответственно вот нас лапка переключение ппг засовываем сюда его внутрь вот и ставим шайбу и сверху шайба тут стопорное колечко такой придурочный как же не люблю стопорные кольца пошел ставить короче ну вот поставил как обычно это вот такой ревус это нужно вытянуть этот вар и засунуть туда стопорное кольцо внимание ребят со стопорными кольцами те которые особенно раньше никогда не имеет дело запаситесь вот потому как если вы ее проебете вот но короче ну жопа вот а их тут очень много и они очень специфические вот но наши обычные под это дело горят короче я купил набор вот периодически пользуюсь вот собираем дальше ну вот собрал я все это безобразие когда будете собирать обратите внимание на сборку стартер чтобы там ничего не перепутать потому как там можно перепутать все остальное особо не перепутаешь настал затянуть две гайки вот просто меня такого рычага нет будет найти остальном все хорошо собралось короче обратно вот нам у конечно тяжело сделать то что вот это все дело поднимать вот держать одновременно чтобы попасть в три дырки ну блин как здесь ну вот ну чтож приступаем монтажу супер гайки на компенсаторе что у нас будет сейчас происходить я буду закручивать эту гайку с усилием 210 вот такой вот термоядерной херней что надо у нас обратить внимание чтобы компенсатор стоял ровно сейчас покажу другом как он положение твоего вы зажмете вот обратите внимание чтобы цепь ни обо что не цепляла вот потому как этому критично вот чтобы этот самый ротор не цеплял когда вы будете монтировать за провода вот собственно и все здесь значит шайба стоит здесь внутри вот она нужна для того чтобы цепь собственно не цепляла эту хрень короче вот еще что все это дело сажается на красный гермитос неразъемный сама гайка обратите внимание внутри очистить ее от предыдущего гермитоса то будет фиаско короче вот сейчас приступаю а ну да и сам собственно компенсатор такая хитрая штука там вообще пружина внутри вот то есть но все не так просто вот она должна не должна играть никаких звуков если вы трясете просто так на будущее а вот 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 ну что сейчас будем пробовать вот стоит у меня 210 кто-то там говорил что нельзя закручивать вот можно нужно закручивать трещотка нет у меня такой большой трещотки ребят извините сейчас проверим хватит у меня мощи полуметровым причем на 210 пробуем пробуем ох хватило ох хватило ох блин ну и дуй сейчас подтяну еще другим вот такое у меня еще есть длиннее ох хуже не будет так что вот теперь затягиваем гайку на корзине сцепления здесь 85 должно быть и серия меньше конечно гораздо так гайка корзина сцепления вот такая маленькая закручивается она башкой на 30 вам понадобится собственно две головы на 30 и на 38 вот и фиксатор цепи ну кто-то против фиксатора поэтому я молчу тут можно такую распорку поставить вот я ее сажаю честно говоря на 7 с синий лактайт вот хотя по идее не нужен тут лактайт немножко я его кладу закручивается она в обратную человеческому пониманию сторону то есть тут левая резьба не перепутайте в шестиступенчатой коробке правая пятиступенчатой здесь она левая притом на валу с другой стороны она обычно как есть там рекомендуется закручивать ее по моему 70 усилий смысле дополнил вот я вот не помню какого короче я вот здесь на 85 опять кручу динамометрическим ключом ребят я знаю что это нельзя делать я понимаю нет такой трещотки не покупал здорово извините ключ такой на 210 лично мне нужно достаточно редко поэтому ничего страшного все малости все теперь теперь сцепление сцепление у нас ставится вот сюда вот и здесь у нас ставится стопорное кольцо вот она вот сюда вот терпеть не могу ставить стопорные кольца ребят я просто имею к ним дикий негатив ничего не могу с этим подел оно оно начало два три 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 Очень тяжело застегивается кольцо Предупреждаю, что на коробке, что здесь Ну вот, собственно, все Если все регулировать, я его не буду Потому что потому Нужно сначала выставить трос, который я буду менять Потом буду регулировать Здесь регулируется гаечка, подкручивается Все, теперь одеваем сюда крышку Обезжириваем тут это все дело Ставим прокладку Вот и продолжаем сборку Все, готовил полуэхность Короче, прокладочка железная Ее хватает на, по-моему, 7, что ли, блин, перестановок Вот, то есть, ну, это любителям паранита посвящается Я не понимаю, зачем экономить полторы тысячи рублей Вот, а потом мучиться прям вырезать новую При перестановке крышки Ну, это вообще, один раз лучше ее поставить И забыть вообще об этом Я переставлял даже, по-моему, не восемь раз А даже больше, наверное Вообще и похер обшаю Крепим аккуратно, естественно Это достаточно на гусятнице Эта самая Электра сложно сделать Потому что Она более неудобно расположена Нежели гусятница софтейла Тут еще глушитель, зараза Вот, цепляется Очень неудобно Вот Ее надо выгнуть там Как-то Попробовал Просто за кадром Тут Задрал Главное, естественно, что все это попало В правильные пазы Как она догадываетесь Вот она нифига, естественно, не попала Вот Для этого никак Вот Эть Чтобы это все ровно стало На место Очень аккуратно С этим всем следим Потому как это, как вы догадываетесь, наверное Очеревато потом, впоследствии будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поставил Блин, вот интересно, да? То есть Вроде Одинаковые мотоциклы Да, вот Вроде Эволюшн И мне И этот 97-го года Тот 95-го А прокладки разные Остается по-другому Вот его прошлая прокладка Вот С горячей с горями Можно было ее не менять Она нормальная абсолютно Вот Вообще просто Вот Супер просто прокладка Вот Я ее поменял на новую Ну хрен с ним Она просто с другой формой Внизу Вот если Можно подглядеться Видите Кусочек торчит Это так надо Оказывается Вот Ну заодно Посмотрите Вот как подтягивается Цепь Да, то есть Вот Можете взять Вот Лучок Вот Пимс Вы его открыли Подтянули Цепь Посмотрели Вот Она должна болтаться Обязательно Посмотрите По мануалу Насколько Я просто на глаз Выставляю Не слушайте меня Вот Просто Некоторые натягивают Как струна Чтобы разорвало Нахер потом Вот И она растянула Это сцепление Тоже здесь Лучок Да Вы его снимаете Пимпимп Сцепление натянули Так Поставили Все дело Обратно И все Вот Все обслуживает Собственно Гусятница Она Не бог есть Остальных мотоциклах Харль Дейтсен По сути Она такая же За исключением Каких-то суперновых Которых я просто Не знаю Вот 96-й мотор 103-й 88-й Это один хрен А 88-й мотор Точно такая же Стоит Коробка Чуть-чуть Может быть Гусятница Что-то там Поменена Этот самый Компенсатор Другой Но сама Структура Будет Одинаковая Поэтому Это Несложно Они 88-й Эволюции Честно говоря Не особо Там сильно Отличается Например Двигателя Вот Все остальное Прямо то же самое Ну вот Собираю дальше Ну все Собрал Наконец-то Конечно С электрой Все примерно В 2-3 раза Длиннее Чем со Втэвом Все вроде То же самое Но гемор Конечно Просто Дикий Потому что Очень много Надо разбирать И оно собирается И разбирается Через одно место Короче Для того Чтобы снять Гусятницу Надо снять Платформу Ну потому что Его по-другому Не снимешь А вот Чтобы снять Платформу Там надо Откручивать Болты С той стороны То есть Лежа под мотоциклом Там короче Главля И лавля Там какие-то Микроны И на этих же болтах Висит Подножка Что достаточно Странно То есть У меня Это по-другому На сортире Было сделано Там 4 болта Просто отдельно А здесь Вот так вот Сделано Вот Ну и короче Вот здесь Еще пришлось Половиться Половить Этот момент Оказалось Не так просто Вот Ну как бы Вот Все вроде как Обошлось Вот Вот Все переключается Вот Стоит Крышка Новая Вот Я еще масло Не взрывал Какое масло Зреваю Я взрываю Сюда Лукойл В общем Самый жидкий Какой нашел Абсолютно нормально Он себя здесь живет Вот Ну сейчас пойду Снимать Трос сцепления Вот Все равно Ну Купай за Пое Вот И заодно Посмотрю Что там В этом В Карабасе Там С той стороны Третья Третья Третья